Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова с вами на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят ваши письма, в которых вы задаете вопросы, касающиеся самых разных областей нашей жизни, знания, в том числе и богословского знания. Вот есть вопросы, которые так и можно обозначить, их тему можно обозначить Бог. «Что делать, если я усомнился в существовании Бога?» – спрашивает раб Божий Евгений. Вы знаете, во-первых, мне кажется, что сомнение – в какой-то мере законная вещь. Человек может сомневаться в чём-то, только нельзя подчиняться своим сиюминутным представлениям, колебаниям. Для того, чтобы утвердиться, нужно прикладывать очень большие усилия. Апостол Павел говорит, вера – от знания, а знание – от слышания. Чтобы верить, нужно знать, а чтобы знать, нужно учиться. Так что, если возникли какие-то сомнения, постарайтесь прибегнуть к книгам, прежде всего, к святым отцам, древним, современным. Вот замечательный старец, который умер совсем недавно, в 1994 году, старец Паисий Святогорец, он практически на все вопросы отвечает и очень живый, современным языком. Так что, вот если вы ознакомитесь с его произведениями, то, я думаю, это принесёт вам большую пользу, и вы сможете, опираясь, конечно, на других авторов, сможете преодолеть свои сомнения. «Бог создал человека по образу и подобию своему. Значит, человек и есть Бог. Если сам человек не прощает себе проступок, как может священник простить от имени Господа, ведь он такой же раб Божий?» – спрашивает Илона. Видите ли, Илона, вот тут в ваших вопросах есть и совершенно законный ход мысли, и вот как бы есть нарушение логики. «Если Бог создал человека по образу и подобию своему, значит, человек есть Бог». Это неправильно. Вот можно сделать там фотографию, портрет, пожалуйста, вот тебе образ. Человек очень даже близкий. Но это вовсе не есть сам человек. Так что человек, созданный по образу и подобию Божию, не есть Бог. Он ему подобен и вот в каких-то особых своих проявлениях походит на Господа, и вот человек должен развивать в себе эти свойства человеческой природы, которые ему заданы как бы вот как некое задание, чтобы вот именно их раскрыть. Если вы помните притчу о талантах, которая как раз и говорит, что человек призван раскрыть вот дарованные ему от природы таланты, вот быть подобным Богу, вот чтобы они раскрылись в полноте в жизни. Так что вот на этот вопрос можно ответить совершенно отрицательно. Человек не есть Бог. Если сам человек не прощает себе проступок, как может священник простить от имени Господа? Ведь он такой же раб Божий. Совершенно верно. Священник такой же раб Божий, как и любой другой человек. И ему свойственны какие-то грехи, какие-то достоинства, недостатки. И прощает не священник. Это не то, что он прощает от имени Бога, а сам Господь прощает. А священник лишь свидетель покаяния. Он присутствует при таинстве, удивительном таинстве, когда грехи, совершенные человеком подчас, очень тяжелые грехи. Господь, видя искреннее раскаяние этого человека, их прощает. А священник вот и свидетельствует, что человек действительно кается искренне. Ведь Господь незрим, невидим. И кающемуся грешнику нужно же, чтобы кто-то оценил, правильно ли он кается или нет. И вот Господь, принимая покаяние, дает и священнику способность осознать в какой-то мере, что у человека происходит в душе. Если священник действительно чувствует, и Господь дает это чувствовать, то это просто констатация факта. Это не я прощаю, там не священник прощает. А священник констатирует, что действительно вот этот человек кается как должно, и его покаяние привлекает к себе вот такое милосердие и прощение Божие, что священник и свидетельствует. До того, как Христос принес себя в жертву, все люди после смерти попадали в ад. Какой смысл тогда было вести праведный образ жизни, если и праведники, и грешники шли в преисподнюю? Это спрашивает нас раб Божий Артур, и с ним тоже нельзя согласиться, потому что, во-первых, вовсе не все люди попадали в ад, будучи еще в Ветхом Завете. Эта тема, конечно, таинственная. Ведь от нас сокрыта загробная участь и наших далеких предшественников, и наша собственная. Господь открывает нам то, что нам полезно для нашего спасения, а то, что может людей как-то соблазнить в силу нашего несовершенства. Господь нам и не открывает. Но мы знаем из Евангелия, что вот в притче о богатом Лазаре, что Лазарь, который страдал здесь на земле смиренно и терпеливо, был отнесен ангелами на Лона Авраамова. А вот богач, который веселился и не обращал внимания на страдания, на страдающего человека, был отнесен местом мучений. Видите, вот что такое Лона Авраамова, значит, оно было. А что это такое, это таинственно, мы не знаем. Но ясное дело, что Авраам не мучился, как мучился вот этот грешный богач. Но он и не имел такой полноты богообщения, которая стала доступной после спасительного подвига, совершенного Господом нашим Иисусом Христом. Так что и тогда, и сейчас, и всегда нужно вести праведный образ жизни. И Господь, взирая на наше старание, воздаст нам по своей милости. А теперь я постараюсь кратко ответить на несколько вопросов. Подобает ли православному христианину, если он не женат, знакомиться с девушками в общественных местах, на улице, в транспорте и так далее? Спрашивает Рабожий Александр. Вот я бы не советовал, а советовал бы подойти к священнику в храме, в который вы ходите, и попросить, чтобы он порекомендовал вам с кем-нибудь познакомиться. В храмах замечательные девушки, просто замечательные, вот поражаясь, насколько прекрасные, умницы, красавицы, верующие, вот с которыми действительно можно, на которых можно положиться, с которыми действительно можно создать семью. Можно ли молиться за родственников другой веры? Спрашивает нас Тимур Олег с двойным именем. Да, конечно, можно молиться за родственников другой веры, это допустимо. Только надо иметь в виду, что это должна быть так называемая келейная молитва, то есть вы сами должны молиться, а церковь в молитвах за людей, которые не являются ее членами, вот принять участие не может. Так что вы можете стоя в храме молиться, дома, но это, значит, вот должно быть такое вот ваше внутреннее делание. Я не женат. Могу ли я в этом случае стать крестным отцом? Спрашивает Рабожий Владислав. Да, конечно, вы можете стать крестным отцом. Дорогие друзья, наша передача кончается. Прощаюсь с вами. Прошу вас, не забывайте присылать ваши письма на сайт Закон Божий. Мы постараемся ответить на вопросы, которые вы нам задаете. Всего доброго. Господь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...